Авторы Нового Завета в один голос утверждают, что Иисус воскрес из мертвых, и сообщают, что Его видели многочисленные очевидцы. Более того, история говорит нам, что некоторые из этих очевидцев впоследствии умерли за свою веру. Они были уверены, что Иисус воскрес из мертвых. Может ли быть, что они выдумали эту историю? Нет, если они были готовы умереть за это. Как говорится, за ложь не умирают. Может быть, это был самообман? Может быть, они действительно верили, что видели, как Иисус воскрес из мертвых, но страдали от когнитивного диссонанса, заставляющего их впадать в сильное отрицание? Именно это предполагают некоторые богословы и психологи. Они утверждают, что последователи Иисуса, или как они Его называли, Иешуа, были настолько уверены, что Он Мессия, что не могли поверить, что Он остался в могиле. Конечно, думали они про себя, Он победит смерть. Конечно, Он воскреснет. Конечно, Он выполнит свою миссию. И поэтому, поскольку их вера была настолько сильна, а боль от Его смерти настолько реальна и невыносима, у них была галлюцинация, что Он воскрес из мертвых. Они не лгали, они были обмануты. Другие ученые отмечают, что существует очень мало сообщений о массовых галлюцинациях воскресения. Фактически в записанной истории нет ничего, что могло бы сравниться с тем, что записано в Новом Завете. Более того, к стыду этих первых последователей Иисуса, тех самых людей, которые станут лидерами этого нового движения, Новый Завет изображает не в самых лестных выражениях. Он говорит, что они сопротивлялись всем разговорам о смерти Иисуса на кресте. Они пытались помешать солдатам, которые вели Его на распятие. Петр отрубил одному из мужчин уха, и когда Его убивали, они бежали, опасаясь за свою жизнь. А затем, когда Он умер, они закрыли двери и спрятались, думая, что могут быть следующими. Они совсем не были полны надежды, наоборот, они были в депрессии. И когда некоторые из женщин-последовательниц Иисуса завели, что они ходили к Его к могиле, но Его там нет, мужчины им не поверили. Они были абсолютно потрясены Его воскресенье. Они вообще не предвидели это. А это означает, что теория когнитивного диссонанса терпит крах. Воскресенье было противоположностью тому, чего они ожидали. Но теперь у нас есть современный тестовый пример, с помощью которого мы можем оценить утверждение Нового Завета. И во многих отношениях это очень близкая параллель. В 1994 году, в возрасте 92-х лет, умер знаменитый раввин Менахим Мендельшнерсон. Его последователи настолько почитали Его, что начали провозглашать Его Мессией. А затем, под конец Его жизни, когда Он онемел после двух ударов инсульта, они с нетерпением ждали Его чудесного исцеления и восстановления. Мессия или Машия, как они его называли, вот-вот откроется. Вместо этого Он умер. Но не все Его последователи скорбели. Некоторые даже танцевали на улицах, уверенные, что Он воскреснет. В конце концов, Он же был Мессия. После того, как Он был похоронен, некоторые дежурили у Его могилы, ожидая Его воскресения. Но этого не произошло. Они этого ждали, надеялись на это. Они верили, что в любой момент Он воскреснет из мертвых. Но Он этого не сделал. И по сей день никто из Его последователей, число которых исчисляется десятками тысяч, не утверждает, что видел Его во плоти после Его смерти. Никто из них не обедал с Ним, не касался Его физически, никто из них не разговаривал с Ним лицом к лицу. Это полная противоположность повествованию Нового Завета, где ученики были в депрессии и отчаянии, уверенные, что все кончено, но были потрясены воскресением Яшуа. Более того, в Новом Завете записано, что Его последователи встречались с Ним в течение нескольких недель, даже вместе принимали пищу, и что Он явился одновременно пяти сотням последователям. Почему же тогда то же самое не произошло с последователями Равина Шнерсона, известного как Рэба? Почему они тоже этого не вообразили? Что еще более интересно, так это то, что по сей день многие последователи Рэбы все еще заявляют, что Он Мессия. Они говорят, что Его смерть была испытанием для наших физических глаз, или что Он духовно присутствует с нами, или что если вы проверите Его могилу, Его тело там не будет. Однако, повторюсь, никто из них не утверждает, что встречался физически с Ним, воскресшим из мертвых и снова живым. На самом деле, в своих календарях они не отмечают день Его смерти, они до сих пор ее отрицают. В противоположность этому, первые последователи Иисуса решительно подчеркивали реальность Его смерти, распятого как самого ничтожного преступника не меньше, но затем утверждали также, что Он воскрес из мертвых. И они были очевидцами этого. Страдали ли они от когнитивного диссонанса? Был ли это самообман, и они воображали все это? Многовековые психологические данные в сочетании с новыми сведениями о последователях Равина Шнерсона дают простой и ясный ответ. Абсолютно нет.